Поработаем сегодня, продолжим тему Ушира, Риэл, Кататэ, Дори Выйдем на милиминаги Начнем с базовой статичной формы Когда или вы предлагаете уже вас взять партнера Или партнер вас берет Сейчас разберем вариант, когда вы все-таки даете движение, пусть небольшое Первое движение рождается с возможностью взять вас за руки сразу То есть грубо вас взяли сзади и вы не можете ничего делать Сейчас для простоты Для того, чтобы уже потихонечку устраивать работу с движением Работу в поток Обращаю внимание Я начинаю вкручивать свой поток в бок в армию Предлагаю взять вторую боковую подхватку Не останавливая подборку Я подныриваю в другую руку Делаю океан И выхожу из-под его захвата Очень крепко, очень плотно Беру его запястье и при этом освобождаюсь от держащей руки Теперь обращайте внимание Можно сделать как сразу вход в партнера Очень плотно сгустив пространство между вами Так и сделать форму, которая позволяет чуть-чуть подышать и чуть-чуть почувствовать партнера Вы сейчас будете делать разрыв В этой форме вы предлагаете партнеру ради движения Или он начнет просто атаковать с этой руки Он будет подхватывать движение Или он будет руку в себя втягивать Для того, чтобы потом что-то рождать Вы на втягивающейся руку Атакуете партнера обязательно вниз Обращайте внимание Не делайте двухтактные движения Раз атаку в голову И после этого атаку вниз Поиграйте на рефлексе партнера Если вы атакуете голову партнера Он голову убирает, но неизбежно сюда приходит бедро В общем, трудно будет входить к партнеру Ваша задача Одним движением Не атаковать и раскрывать партнера А ты Второе место Обязательно показываем атаку партнера Локтем При прохождении к нему спиной Фаза прохода очень опасная Если вы проходите без ударов И на большом расстоянии Вы партнера не контролируете никак Он способен с вами работать Поэтому Для обращения дальнейшей работы Вы обязательно показываете Очень плотную работу партнера Дистанцию разрываем Опять Можно работать сразу Очень плотно в партнера Очень сгустив пространство между вами Сейчас Рамка тренировочного процесса Для того, чтобы дать ему Поддышать Вы пространство Расширяете И оттуда опять Вы готовы работать на Движение партнера Как такое Он начинает Вкручивать руку Выделываете эту форму Сейчас Отходите Если начинает Подходить к вам Вы шагаете Партнера Начинаете готовиться к временам И Перевращайте Еще раз Вы не тянетесь В партнера Ваша задача Стой С этого элемента Начать Атаковать Шею Вдруги партнера То есть Вы входите До того Чтобы нанести Атакующие движения В шею партнера Следующий элемент Если партнер Не хочет двигаться к вам К плечу Пальцы Погружаются В шею партнера Вдруги И Прижимаются Партнер К вам Напоминаю Уке По сути Должен сам Стремить Свою шею К плечу Потому что В противном случае При выполнении Входа на Элеменаги Если у него Шея далеко Очень мощное движение Как раз ведется В район ДТК Шея может быть Разбита Для исключения Травмок Уке Двигается К шее Сам При этом Наги Очень легко Выполняет Элеменаги Но Если Уке По какой-то причине Не хочет Двигаться К плечу Пальцы Погрузили В шею И Очень Мягкие Двигаются И Поднимаем И Делаем Двойное движение Одна Рука Вдавливает Шею Вовнутрь Вторая Рука Поднимается И Как бы Ноженце Обратными движениями Производит Форму работы Боевых шеев Шагаем В партнера Обязательно Этим движением Шагом Вперед Вы Закрываете Пах От потенциального Удара На бою партнера При его Падении То есть Он когда будет падать Он просто Ногу Может поднять И Атаковать Ваш пах Чтобы этого Не было Обязательно Делаем Шаг Вперед Закрываем Себя И готовим Выход на Реминаге Сбрасываем Обязательно Партнера Принадали И после Броска Обязательно Производим Контроль Еще раз Утекли Атаковали Атаковали Второй Атаковали Шею Убили Партнера Посмотрели Назад Шаг Вперед Станцию Разорвали Ушира Рио Кататэ Дори Заклад За две Руки Сзади И Реминаги Работаем Реминаги 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 Реминаги